Александр Александрович, а вот, так сказать, понятно, турнир, так сказать, но обычно вот при таких турнирах организовывают еще и некие судейские семинары для повышения квалификации и так далее. Вот это что-то такое было у вас? Да, у нас был семинар арбитров ФИД, в котором приняли участие 11 человек, и одновременно всероссийский семинар судей, в котором приняли участие 20 человек. То есть и на международную категорию, и на всероссийскую. Итоги всероссийскую сейчас подводятся. Ну и самое главное, я считаю, что мы сделали, и сразу же хочу сказать, мы это будем делать постоянно, теперь уже у нас эта идея была. Это тренерский семинар, у которого были функции, и, как говорится, не только функции, а направления. Это курсы повышения квалификации, 72 часа, и те, кто их прослушали, и в конце прошли зачеты, сдали успешно, получат сертификат, изменяюсь, не сертификат, получат удостоверение государственного образца о прохождении курса повышения квалификации 72 часа. Кто вел эти семинары? Семинары основным лектором этого курса повышения квалификации был один из, на сегодняшний день, лучших, я считаю, в России специалистов. Михаил Александрович Кислов, из города Воронеж. Ну, почему на них лучше? А судейские семинары? Судейский семинар проходил под руководством лектора ЕД Товчиги, Олега Григорьевича из Украины, и Александр Васильевич Ткачева, заместитель председателя правления российской шарфы. И все успешно сдали все? Это вопрос. По всероссийскому судейскому семинару Александр Васильевич подводит итоги, но хочу сказать, что, к сожалению, для меня, как для организатора, на всероссийский семинар арбитров, ну, там первая была категория и вторая, к сожалению, процентов 50 не прошли. Это точно. Ну, это вообще-то можно... Ну, это я говорю, к сожалению. Ну, как организатору хочется вроде бы больше. С другой стороны, строгость. С другой стороны, это говорит о том, что мы подходили не с формальной точки, вот пришел, заплатил, и отсидел, и тебе должны дать. Нет, извините, это, как говорится, что заслужил, то и получил. Спасибо большое.